МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Ульяна и Арсения. С ними мы будем соревноваться на протяжении 4 дней. Итак, важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера. Мы с ребятами находимся в удивительном месте. Это страна безопасности. Здесь мы учимся правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И при этом мы с ребятами соревнуемся. И прежде чем приступить к нашему первому испытанию сегодняшнего соревновательного дня, я предлагаю посмотреть, чем закончилась вчерашняя борьба. Первый соревновательный день никаких особых сюрпризов не принес. Соперники пробовали свои силы и присматривались к противнику. Ах, вы мои умнички! Справились правильно, справились одновременно. Это утюг. Молодцы! Несмотря на, казалось бы, ровную борьбу, первые выводы уже можно сделать. Силы равны, и борьба предстоит серьезная. Итог первого дня. 10-9 в пользу Арсения. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Итак, по итогам первого конкурсного дня лидирует Арсений. У него на одну фишечку больше, чем у Ульяны. 10 фишек, у Ульяны 9. Ребята, очень скоро вас ждет и нас всех ждет лето. А это значит свобода, каникулы, лес, речка. Из прошлой передачи вы узнали, что ходить в лес и на речку одному, одной, ни в коем случае нельзя. Как вы думаете, почему, Арсений? Потому что могут случиться разные беды. Дети могут задохнуться в воде, могут потеряться и не найти дорогу домой. Правильно, Арсений. Ульяна, ты тоже считаешь, что нельзя ходить одни в лес, правильно? Это правильное мнение. Молодцы, ребятки. Тема нашей сегодняшней программы – это правильное, а значит безопасное поведение на природе. И время приступить к первому конкурсу. Ребят, я вам буду читать загадку. Отгадку вы ищите на своей доске и на скорость приносите мне. Кто делает это правильно, получает фишку, а кто сделает это быстрее соберника, получит дополнительно еще одну фишку. Итак, ребята, слушаем загадки. Раньше, чем я закончу читать, не бежим к доске. Только после того, как я закончу. Итак, первая загадка. Любит кушать он малину и в берлоге спать всю зиму. Страшно может он реветь, а зовут его... Побежали. Медведь. Молчи, вот вы друг другу подсказываете таким образом. Арсений, видишь, ты знал ответ, но дело в том, что надо собрать много картинок, нужную схватить. Ну ничего страшного, ответ правильный. Медведь. Получаешь фишку, а у Ульяны за скорость? Две. Фиш две. Держи. И не забывайте в магнитике просто сдвигать в сторону, чтобы они не тормозили процесс. Так, Мишка уже у нас на столе. Слушаем следующую загадку. На его спине иголки. И длинны они, иголки. Потому что вдоль дорожек с ними смело ходят... Кто? Побежали. Вдвоем одновременно принесли. Молодцы. Молодцы. Ёжик. 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 Умнички. Ёжик. Держите, по фишке. Слушаем следующую загадку. Чтобы выстроить плотину, запасет он древесину. Зверь трудолюбив и добр, тащит бревна к речке. Кто? Быстрей. Молодцы, одновременно. Ребята, а кто это? Бобр. Бобр. Молодцы. По фишке каждому. Нет, она выигрывает. Вы просто очень сильные соперники. Поэтому вы все делаете вместе. Итак, ребята, последняя загадка. Приготовьтесь стартовать, как только я закончу читать. Слушаем внимательно. У него рога ветвисты, а бока чуть-чуть пятнисты. Всех катать ему не лень. Возят саночки. Кто? Побежали. Ах, молодец, Ульяна. И Арсений тоже правильно выделил этого зверя. Кто это хоть скажите? Олень. Олень, конечно. Ульяна, две фишки. Арсений, целую одну фишку. Что ты уже руки сложил? Не надуваться. Еще впереди столько конкурсов. Еще ты Ульяну догонишь. Так, ребят, молодцы. Считаем фишки. Сколько после первого конкурса? Три, четыре. Сколько? Четыре. Хорошо. Шесть. Шесть. Ну, чуть-чуть больше. Ты же ее опережал по итогам первого соревновательного дня. По очереди тоже опережать. Ребята, а сейчас вас ждет встреча с тетей Машей. Вчера вы познакомились, и сегодня она готова вам рассказать что-то интересненькое. Готовы ко встрече с ней? Да. Тогда внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Мы с вами уже не раз говорили о безопасном поведении, отдыхая на природе. А сегодня мы поговорим о том, как правильно себя вести, если вы заблудились в лесу. Ребята, как вы думаете, что делать, если вы попали в беду? Давайте отвечать по очереди. И за каждый правильный ответ вы сможете заработать по фишке. Судить вас будет тетя Света. Итак, ребятки, вы заблудились в лесу. Не дай бог, но мало ли такое может случиться. Что будете делать, Арсений? Нужно перед тем, как пойти в лесу, если даже одному, тогда нужно научиться ориентиноваться по солнцу. Так, хорошо. Это наверняка поможет. Если вдруг заблудился, держи, это правильный ответ. Тетя Маша сказала присудить фишку. Так, Ульяна. Нужно как можно громче кричать, чтобы тебя услышали и смогли тебе прийти и помочь. Молодец. Держи. Разворачиваемся, слушаем дальше тетю Машу. Ребята, запомните. Если вы заблудились, срочно остановитесь на месте. Не нужно никуда бежать. Громко зовите на помощь взрослых. По голосу вас будет легче найти. Осмотритесь вокруг. Возможно, вы заметите свои следы и без труда по ним вернетесь к людям. Если все это не привело к успеху, отметьте свое место, в котором находитесь, яркой частью своей одежды. Если есть телефон, позвоните родителям или спасателям по номерам 101 или 112. Расскажите диспетчеру о том, что случилось, и строго выполняйте все, что он вам скажет. Дорогие ребята, ходить на прогулку в лес можно только с родителями. Отбегать и прятаться от взрослых в лесу очень опасно. Я предлагаю поиграть. Каждый из вас по очереди будет выбирать карточки. В них написаны высказывания о поведении в лесу. Вам нужно выразить свое согласие или несогласие с написанным. За каждый правильный ответ вы сможете заработать две фишки. Командовать будет тетя Света. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно, победы. Пожалуйста, Артений, тяни первую карточку. Во время прогулки в лесу нужно внимательно смотреть по сторонам. Это правильно. Правильно. Арсений, а почему? Для чего нужно внимательно? Потому что если идти и не смотреть по сторонам, можно заблудиться. Где ты шел, нужно внимательно запоминать, а потом ты сможешь по этим предметам домой вернуться. Правильный и очень полный ответ. Молодец, Арсений. Держи две фишечки свои. Карточку оставляй на столе. Держи. Ульяночка, тяни ты свою. Ну-ка, читай. Если в лесу встретил дикое животное, нужно от него убегать. Нет. Нет, почему нет? Животное может подумать, что ты что-нибудь делал, например, с его детьми и начнет за тобой бежать. Правильно. Нужно оставаться стоять на месте и не привлекать внимание к себе животного. Правильно? Да. Молодец, Ульяночка. Держи тоже две фишки. Молодцы, ребята. Очень вы полно хорошо отвечаете. Внимательные дети. Давай, Арсений, тяни карточку. Если заблудишь, заблудился в лесу, но с собой есть мобильный телефон, можно поиграть, игры или поболтать с друзьями, пока тебя ищут. Ну, как ты? Кстати, вы сказали, не согласны или не очень? Я согласен. Согласен, да? Можно подождать, пока тебя спасают. Если сначала позвонить, а потом уже подождать, тогда это можно делать. Позвонить куда? Что? Либо домой, либо в МЧС. А скажи, Арсений, а по какому номеру можно звонить в МЧС? 112. Либо? 101. Какой ты молодец. Ты сначала меня напугал. Я уже думала, ты ошибешься. Решишь поболтать с друзьями в первую очередь, не предпринимая никаких других действий. А так ты исправился. Молодец. Очень полный ответ. Две фишечки твои. Держи. Ульяночка, ну и твое высказывание осталось. Бери и читай. Если очень голоден, можно попробовать незнакомые ягоды и сырые грибы. Нельзя, потому что если пробовать незнакомые ягоды, они могут оказаться очень вредными и можно отравиться. А сырые грибы есть нельзя, потому что они тоже вредные. Молодец, Ульяна. Дети, какие вы чудные. Вы мне так нравитесь. Молодцы. А главное, вы такие сильные соперники. Посмотрите, вы все время идете на равных. Давайте быстренько считать, сколько сегодня вам удалось заработать фишек за весь конкурсный день. У Арсения 9. Ага, давайте приплюсовывать к тому, что у нас было. У Ульяночки было 9, плюс 11, того 20. У Арсения было 10, плюс 9, 19. Всего лишь на одну фишку. У Арсения меньше, чем у Ульяны. Еще впереди у нас два конкурсных дня. И мы еще посоренуемся. Согласны? Да. Ну а на сегодня все, ребята. До встречи в нашей стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51.